Почти полтора миллиона российских девятиклассников прошли сегодня итоговое устное собеседование по русскому языку. Его ввели только в этом учебном году. Успешная сдача является обязательным условием для допуска государственной итоговой аттестации. О том, как проходило испытание Ольга Пырочкина. Одновременно на итоговое собеседование в класс заходят максимум по два ученика. Испытание устное и они не должны мешать друг другу. Единых пунктов сдачи нет. Собеседование школьники проходят в своих же школах. Однако ведется полная аудиозапись. Варианты по четыре задания. Первое чтение вслух текста, как правило, о выдающихся людях нашей страны. Илья читает про первую дипломированную русскую авиатрису Лидию Звереву. Лидия не просто пилотировала самолет. Она выполняла самые сложные фигуры высшего пилотажа. За свою недолгую, но яркую авиационную карьеру Лидия Зверева несколько раз попадала в серьезные аварии. Не зря Лидию Виссарионовну назвали королевой риска. Молодой человек признается. Раньше не знал про нее. Ну, теперь я знаю даже, что такие храбрые женщины были в такие годы. Чтобы дети узнали что-то новое. Это одна из целей собеседования. Основная же проверить умение выразительно читать и пересказывать текст, рассуждать и вести монолог на заданную тему, участвовать в диалоге. Задание три. Тема три. Доброта. Это умение всегда прийти на помощь, независимо от собственных проблем и целей. Это умение помогать. Я был готов. Мне вообще это было достаточно легко, ведь я умею просто коммуницировать и общаться. Это одно из моих преимуществ. Большинство учеников посчитало собеседование несложным, а учителя полезным. Правильно выражать свои мысли устно – это одно из критерий образованного человека. Поэтому я считаю, что то, что это сделали, это очень важно. Оценивается собеседование по системе зачет-незачет. Результаты школьники узнают не позднее 19 февраля. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Мнение девятиклассников об итоговом собеседовании теперь ждут в Роспотребнадзоре. Их обязательно учтут в следующем году. Оставить свои замечания и предложения можно по телефону горячей линии. Плюс семь, четыреста девяносто пять, девятьсот восемьдесят четыре, восемьдесят девять девятнадцать. Подробная информация на сайте Министерства образования Чувашия.